Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на канале NetoBeta, это блог о парфюмерии. Возможно, вы сейчас не узнаете, куда вы попали, куда попала я. Это нормально, потому что мы находимся на моей кухне. Знаете, новые времена требуют новых решений. Я решила поэкспериментировать. Вообще, хочу в последнее время экспериментировать на своем канале. Может быть, найду что-то такое, какую-то стезю, а может, постоянно буду в каких-то экспериментах. В общем, вы на моей кухне, и мне просто очень радует стена. Я не знаю, но она должна была когда-нибудь показаться в кадре. Вот эту вот. Мы сами это выбирали. В общем, небольшая атмосфера кофейни за спиной, и где-то в Италии, мне кажется. И вот у меня такая кружечка с гепардами. Очень я искала долго этих гепардов. В одно время даже хотела тату такое, но пока под вопросом. В общем, такие классные гепарды. У меня кофе. Вы заварите себе, что вы хотите. И давайте поговорим о новых ароматах в моей коллекции. И мы сегодня будем говорить о семи ароматах. Семи, 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 Наташа, семь пальцев. О семи ароматах. Один из них такой, знаете, призрачный. Я бы сказала, иллюзорный. Ну, в общем, вы поймете, чуть позже я объясню. А еще тот, с которого я начну, это вот называется аромат, который бабка Наташа не помнит. Рассказывала уже о нем или нет. Но так как он у меня в последнее время очень актуален, и еще, наверное, не раз будет мелькать, и я хочу вам немножечко мозг, видимо, проесть этим брендом, то я расскажу об аромате. У меня тут, наверное, побольше места будет. Район Верт Бастиль. Бренд Бастиль. Аромат Район Верт. Этот бренд вообще стоит в золотом яблоке, встал относительно недавно. Ну, на тот момент, когда я покупала, получается, месяц назад, чуть больше, наверное, сами консультанты не очень ориентировались, где у них стоит этот бренд. И этот аромат, аромат о фенхеле в основном, о фенхеле, о ромашке, о нисе и вообще травках разных, не бергамоте, а бессмертнике. Это очень красивый анисовый аромат, вы знаете, анисово-фенхелевый, то есть более такой травно-анисный, без теплой специи, без какой-то пряности. Он достаточно свежий, зеленый, при этом с большим количеством цитрусов, ну, знаете, таких цитрусов мыльноватых, да, нежных, травных, мыльноватых, скругленных. Что меня в нем привлекло? Вот у меня как раз было ощущение, будто, знаете, цитрусы и абсент, да, вот такая вот абсентовая полынность даже, полынка, по-моему, здесь даже и артемизия есть, да-да-да. Все это положили на немножко лактонную базу, такую, знаете, молочно-вкрачивую, мягкую, нежную. И это меня так поразило, что я еще вспомнила благодаря этому капле анисово из детства и от кашля, и вот все это ощущение округлости, оно меня просто захватило. В общем, я люблю этот аромат, возможно, пока я рассказываю, я вспоминаю, что я о нем уже говорила, наверное, но мне кажется, в рамках видео о моих летних ароматах или освежающих летних. В общем, я обожаю этот аромат, и к бренду присмотритесь, там есть еще как минимум три аромата, которые я бы хотела оплаконить, но, знаете, так лениво, то есть они очень достойные. Редко такое бывает, когда вы приходите знакомиться с новым брендом, а там много достойных ароматов, ну, реально, к сожалению. А здесь прям очень хорошо, очень хорошо у бренда, есть и специевые, и какие-то цветочные, и есть такой удовый красивый а-ля ут-вуд, но все же нет. Скажу, конечно, что Tom Ford вышел побогаче, но, тем не менее, классно. Конечно, не знаю, сейчас он как по скидкам бывает или нет, по цене, вот, которую я брала вообще, этот аромат просто надо хватать и бежать, это было, что, около 4 500-5 тысяч. Вот по полной цене 10, конечно, можно там задуматься, да, но если брать на скидку, там 6-7, это идеально. Дальше. Дальше расскажу вам про как раз аромат, который я купила, и аромат, который у меня прошел транзитом, призрачным. В общем, я купила аромат Берри Линдон в, получается, да, наверное, в конце июня. Случилось так, случилось страшное. Я шла тогда за морскими ароматами в бар полфлакона, и, в общем, выбирала финистер в том числе, и, ну, слушала в смысле. И я решила послушать бренд Мария Кандида Жентиль более внимательно, все ароматы. И вот Берри Линдон запал мне в душу каком-то невероятным сеном с оттенком животины. У меня был отливантик. И, знаете, я это видео хотела намного раньше снять и рассказывать вам про отливантик этого аромата, который у меня вот был. Потому что отливантик здесь тоже будет, такие нормальные отливанты, считаю, полноценными ароматами в моей коллекции. Не какие-то маленькие сэмплики, да, а вот какие-то, ну, такие 5-10 нормальные отливанты. Так вот, хотела рассказать о нем, но все так поменялось. В общем, был у нас отливант, мы прям с мужем им пользовались, пользовались. И в какой-то момент я вижу на... А где это было? На барахолке, что ли? Ну, в общем, я вижу аромат ностальжии от Санта-Мария-Новеллы, понимаю, что он мне вот, ну, нужен. Потому что я также ходила в космотеку и прям вот загорелась этим ароматом. И цена была хорошая, там была половина флакона. В общем, я буквально там договорилась день в день, поехала и взяла эту ностальжию. И дико радовалась, наверное, на протяжении часа. Потому что все время, когда я ходила тестировать в космотеку, я слушала старт. А когда дело доходило до базы, я уже забывала о том, что у меня какой-то аромат. Я наносила на себя много разных, поэтому, по сути, все сливалось с какой-то, ну, кокофонию. Было уже непонятно, где там Санта-Мария-Новелла, где нет. Кстати, в магазинах вообще бывает такое искажение запаха. Если у вас так же, ну, как бы напишите, было бы интересно. Но, в общем, когда аромат был у меня, я поняла, что старт-то мне очень нравится. А вот база мне не нравится вообще. А ностальжия – это аромат, посвященный ретромобилям, посвященный такому, знаете, путешествую на старом спорткаре, стильным, пропахшим бензином и горькой кожей, дорогом, хорошем спорткаре по реверьере итальянской. И это прям запах очень грубой кожи. Там и кожа, и деготь березовый в составе, и там древесина. Причем при этом есть какие-то цитрусы, которые еще добавляют еще больше такой терпкости. Короче, прям цедра, цедра, знаете, там лимона-бергамота, плюс жесткая кожа такая, знаете, пропахшая еще бензином и чем-то таким маслянистым, типа дегтя. В общем, суровый ароматец такой. И что вы думаете, это все на старте, на старте прям бензина. Я люблю этот запах такой не бензин, даже горечь какой-то, вот машинного масла, не знаю. Но очень быстро он переходит в неожиданно кумариновую сладкую базу а-ля, но для меня напоминает, конечно, в более жестком варианте, но все же напоминает джозе от Айзенберг. И поэтому мне было скучно. И, в общем, этот аромат прожил у меня дома день, потому что я поняла, что он мне не нужен, а любителей Санта-Марина-Велла много. Я его буквально на следующий же день выставляю, потому что понимаю, что просто, вот, не могу объяснить, но я поняла, что я не то, что с ним не подружусь, потому что сезон, а мне очень скучно, и я знаю, как это будет звучать в любом другом сезоне. И в то же время я узнаю, что Барри Линден в остаточке продается, и цена практически, ну, плюс-минус одинаковая. Но, естественно, мое сердце не выдерживает. Я продаю Санта-Марина-Веллу и покупаю то ли на следующий день, то ли в этот же день Барри Линден. Так что вот такой был транзитный аромат ностальджии. А давайте о Барри Линдене, который меня покорил. Кстати, недавно на встрече его назвали Милой Санинкой, ну, может быть. Что здесь в Барри Линдене? Неожиданно здесь тоже кожа. Я когда состав смотрела, думала, что там не кожа, там какие-то интересные ноты вереска, арники, зелени на старте. По-моему, даже чуть ли не инжирного листа, а вот в базе кожи и древесные ноты. В итоге вот это сочетание полевых трав и очень животной кожи, да, напоминает мне немножко сеновал, немножечко рядом поле, где козочки паслись. И при этом какие-то сладкие, какие-то такие бальзамические ноты. Удивительный замес. Вот прям, прям вот бабушкин шкаф в красивейшем исполнении. Бабушкин шкаф, в котором лежали какие-нибудь красивые духи, аля, лех дутам, может быть, или что-то еще. Вот он пропах немножечко альдегидными старыми духами, пропах немножечко старой пыльностью, немного какими-то засушенными цветами. И ты в этом всем вышел еще в поле, где, ну, не знаю, ну, может быть, часа два назад стадо проходило. И вот ты идешь такая, знаете, в винтажном каком-нибудь хлопковом платье, немножечко даже с кружевами по этому полю. Вот так вот цветы рукой собираешь и чувствуешь вот этот многообразие запаха от тебя, от платья, от старых винтажных красивых духов и от поля. Вообще роскошный запах. Я в восторге от него. И, не знаю, мне кажется, мы с мужем добьем вот эту половинку и возьмем новый флакон. Вообще переживаю, что бренд не очень популярный, к сожалению, то есть его вообще в магазинах не встретишь, в оффлайн, в онлайн встреча. Есть где он, ну, ссылочки я оставлю. И, соответственно, его никто не возит, но в какой-то момент его могут и перестать даже в такие магазины возить за, ну, неимением спроса. При этом я как бы топлю за то, чтобы с ним дознакомиться. Вот, советую. Следующий аромат, это аромат от бренда Fillet, аромат Le Tum de Son Австралия. Вот. Вот так выглядит флакончик. Честно говоря, например, вот у меня есть тубероза, которую я дичайше люблю. И несмотря на такой мишки кичевый фиолетовый цвет, он очень подходит этому флакону. Вот этот цвет, мне кажется, скучноватым. Но такой, знаете, он какой-то вот непонятный, не коричневый, коричнево-персиковый какой-то. Но, тем не менее, он очень хорошо отражает содержание в плане такой, знаете, спокойности, скрашенности, кремовости. Это сандал. Но сандал достаточно животный, бальзамный и даже немножко кокосовый. Сейчас на руку нанесу. Он очень хорош во влажную погоду, что неудивительно. Я об этом даже в своем телеграм-канале писала. Если вы не подписаны, ссылочка в описании. Писала там о ароматах на влажную погоду. Вот сейчас, кстати, актуально, когда я снимаю видео точно. Не знаю, когда выйдет видео, актуально или нет. Но в дождь очень хорошо и во влагу раскрывается вот вся красота сандала. По сути, сандал – это тропическое дерево, поэтому, наверное, как бы это не банально звучало, да, но компоненты очень хорошо играют в естественной среде своего обитания, да. То есть, получается, в таком тропическом климате у нас в Москве это редко бывает. У нас в Москве, я сказала, я переехала, блин, два года назад. В общем, в Москве это редко бывает, но, тем не менее, вот эта вот жара, влага, раскрытие дерева – очень красиво. Плюс здесь есть такая, знаете, и немножечко эвкалиптовость, кстати, она раскрывается именно во влагу. Вот я заметила, что в сухость, мне казалось, будто он более сливочный, кокосовый. Кажется, я даже об этом упоминала. Но вот сейчас именно во влагу появляется эвкалиптовость, появляется такая пряность, камфорность. Красивый аромат, у меня к нему какой-то вопрос постоянно, да или нет, зачем ты мне стоишь, нужен или нет. Потом наношу и такая, боже мой, какой сандал. Очень красиво. Как будто бы он начинает чуть-чуть перетекать в сторону солноватости. Вот прям самую-самую капельку, вот прям пытается заигрывать с солноватостью. Потом такой, нет, я все-таки такой более просто спокойный, древесный, теплый и немножечко травный. Я не буду соленым, я не буду, знаете, вот уподобляться всем вот этим вот известным сандалом. Я играю свою роль. В общем, тоже рекомендую. Купить можно в Грасс Клаб. И у меня есть, соответственно, промо-кодик. Напоминаю, по промо-коду моему 15% скидка, хорошая скидка при покупке на сумму от 5 тысяч. Ну, это просто флаконы практически все, да. Просто туда не входит тревел, получается. Так, дальше, дальше, дальше давайте поговорим о вот этом странном бренде, про который я тоже ни разу не слышала. Точнее, я слышала о нем, приходила в Литуаль, часто увидела, ни на что не обращала внимания. Вот, прислали мне его на обзор. Бренд Свидофт. И, собственно, аромат у меня одноименный Свидофт. Это парфюм, который я пыталась идентифицировать в моем мозгу. И сейчас вы поймете вообще уровень, ну, наверное, моей, так сказать, не нелюбви, а непричастности. В общем, уровень моей отстраненности от люкса, я бы вот так вот даже сказала. Потому что я пыталась его идентифицировать. Для меня это был какой-то лак для волос. Для меня был дико ностальгический аромат, как будто я слышала его в детстве. Пахнет лаком для волос, пахнет яблоками. Но, знаете, такими переигранными яблоками. Как будто бы это яблочный ароматизатор для жвачки, да, или для какого-нибудь мамбы или фрутеллы. То есть это ароматизатор яблочный, это ароматизатор яблочный, это цветочный какой-то ароматизатор. Так пахли куклы, я не знаю. Так пахло мое детство, так пахла Дона Каран яблочная, Так пахли какие-нибудь девчоночи посиделки, лагерные комнаты и так далее. В итоге оказалось, что это твист в сторону императрицы, как заметили люди. Но я тестировала императрицу, возможно, я тестировала ее уже переизданную. Мне казалось, она более мягкая, более какой-то такой, знаете, спокойный, менее флоресцентный. Потому что если бы я этот аромат вообще могла бы кому-то, да, приписать, представить образ человека, то я бы вот сейчас взяла вот эту вот современную историю о Барби популярную. Потому что я бы этот аромат спокойно могла бы предложить бы девушке в стиле Барби. Немножечко ярко-розового, сиреневого. То есть в этом аромате что-то фиалковое. А теперь внимание, в составе здесь заявлены киви, жасмин и, по-моему, пачули. Что? О, нет, если очень постараться слушаться, можно услышать яблоко. Но, понимаете, потому что я не слышу здесь киви и жасмин. Возможно, они вместе сплетаются. Вот жасмин, возможно, здесь очень земляничный. Такой вот со своими болтанами. Киви, возможно, слишком кислая. И вот это вот сочетание. Но мне все равно пахнет яблоком. Мне все равно пахнет яблоком. Чем-то таким удивительно, но как бы не зная предыстории, я пока ему не расскажу. Он уже не так часто смотрит мои видео. В общем, муж очень, очень зацепил за это мат. Ему внезапно понравился этот аромат. Так что, внимание, мужчины, как бы императрицы не только для нас. Но я опять же скажу, что для меня это... Я сейчас послушаю старую по возможности. И пытаюсь понять, насколько это похоже. Для меня вот новая, которая была переизданная, она не такая. Но вот интересная вещь стоит в Элитуале. Обратите внимание, но не в сцен библиотек, если прийти в магазин. А просто отдельно, вот отдельно где-то. Ну, то есть, есть отдельная полочка, выделенная ему, но это не нишевая часть. Дальше. От Ливантик. Вот тоже поговорим о теме Жасмина и Пачули, но вообще в другую сторону. От Ливантик у меня, значит, Жасмин, Пачули, Мари Жан. Бренд тоже относительная новинка, наверное, уже не новинка. В Золотом Яблоке. Вообще не вижу его у людей. Ну, точнее, вижу только редко и только Ирис Абсолю. Ну, потому что я когда вообще подошла к этому бренду, к стенду в Золотом Яблоке, я поняла в какой-то момент, что здесь явно не экономили на ингредиентах. Я могу ошибаться. Но у меня было стойкое ощущение, когда я слушала Ирис Абсолю, что вот реально взяли нормальные дорогие компоненты и сделали Абсолю Ирис. Это прям пыльный, красивейший, сочный с точки зрения полновесности, полноценности, полноты, красоты, звучания. Аромат Ириса, то есть он такой пыльный, с морковностью, со смолистостью. Вот как будто это очень хорошо. Ну, это реально очень хорошо. Плюс там были разные ароматы. Там был Марсе интересный аромат и Жасмин Пачули. Что меня в нем привлекло, вообще не знаю, но как оказалось, здесь помимо Жасмин, вот здесь как раз есть инжирные листья, да, здесь инжирные листья, Жасмин в сердце, два вида, и в базе Пачули, и что-то такое еще интересное было. А, Амбретто. Звучит как-то крышесносно. Он стартует инжирными листьями, которые моментально, да, такими свежим инжирным листом, в лучшем его исполнении, ну, наверное, лучшим, сочным. Но вообще у Малинарда был хороший сочный инжир. А потом он моментально для меня уходит в маслянистость и в цветочность. Я тестировала более холодную погоду, было больше инжира и увлекала это безумная игра перехода от сочного листа, такого мясистого, прям буквально текущего сочного инжира, перетекания в маслянистые Пачули, и вдруг неожиданно, знаете, вот это воспарение обратно к стартовым нотам, и это просто завораживало, как, знаете, какое-то колдовское зелье, Пачули зелень, и все это сочное, смолистое, сочное, удивительно. Но здесь сейчас летом он прям бахается в Пачули для меня. Нет, еще звучит иногда инжирный листочек, но в основном это Пачули. Поэтому хочу подождать, конечно, не знаю, как от Леванта, нормально ли он простоит у меня до осени, но думаю, что нормально простоит, хотя вот уже уходит, да, потому что периодически я все равно к нему возвращаюсь. Но это очень интересная история, и сам бренд классный. Я советую дико вам познакомиться, подойти к бренду, он того стоит. Ну и последний аромат, очень большая неожиданность для меня, это Крем де ля Крем от Микалев. Бренд для меня остается скорее с моей мамой, потому что ей нравятся такие ароматы, и нравится бренд тоже ей. У нее, по-моему, два есть. Один точно Королевский мускус, еще что-то. Что по этому аромату? Это кофейный аромат, как заявлено, соответственно, меня заинтересовало. Но он очень сладкий, он очень сладкий. Это такой кофе, который мне, для меня немного black opium, наверное, ристретто, да. То есть кофе здесь на старте ярчайший, очень хороший, такой прям, вот знаете, горький, хороший, но он быстро уходит в сладость, в почулевую. Но что мне нравится? В отличие от, в основном, люксовых ароматов с кофейной тематикой, уходит прям в почули карамельные, и нет вообще никакого намека на то, что здесь был кофе. Почули карамельные для меня это не гурманика. Здесь же остается гурманика, остается кофейная тема, появляются сливки, карамель, вот какую-то такую сладость. Но в целом немного звучит, как кофейный десерт, либо десерт, пропитанный Беллисом. Почему бы и нет? Вообще, шоколадный тирамису. Вы знаете, я когда в кофейне работала, у нас очень хороший был тирамису, у нас очень хорошие были повара, и готовили безумно вкусный тирамису, потому что, естественно, мы как бы и пробовали, и покупали себе. И он был прям пропитан алкоголем так хорошо, он прям внизу прям был мокрый-мокрый, а сверху был хороший горький какао. И вот в целом вот сочетание этого, точнее этого тирамису с приличным еще запахом, когда достаешь из вот такого железного этого, как правильно, подноса, да, контейнера, достаешь этот тирамису, и внизу остается прям запах рома такого с какао. Вот запах рома, какао и кофе заваренного – это этот аромат. Поэтому, если вы любите какую-то такую гурманскую тему, горькую, кофейную, десертную, то рекомендую, но все-таки больше десертную. И кофе. Лично я ищу другой, но тоже как вариант. Вот такие у меня новые ароматы в коллекции. Пишите, что вы себе в последнее время приобретали. Как вам вообще такой антураж, мое видео? Я очень рада тем, кто остается со мной. Сейчас, конечно, стало намного меньше, да, вообще какой-то движухи на Ютубе, как мне кажется. Но я стараюсь, это вот Ютуб у меня вообще моя отдушина. Я с удовольствием снимаю, экспериментирую. Радуюсь, радую вас, радуюсь себя, когда я сижу за камерой. Поэтому, опять же, жду ваших откликов. Очень рада, когда вы пишете комментарии. Стараюсь на все отвечать. Может быть, не сразу, но стараюсь. Вот. И со всеми вами вести диалог, ответить и так далее. Переходите в Телеграм, там еще живее. Там как бы я больше онлайн, естественно. Вот. И переходите по ссылочкам, можете покупать ароматы, либо откладывать в корзину. Ну, в общем, вот. И промокодики тоже все в описании есть. В основном там, не знаю, на эти ароматы, наверное, ну, короче, есть в разные магазины. Поэтому тоже переходите. И помните, что мир полон необычных ароматов. Никогда не граничивайтесь малым. И всем пока.